У нас наконец-то потеплело. Полным ходом у меня идет высадка томатов. Высаживаю вот в такой парник под укровной материал, потому что все равно минус 1, минус 2, минус 3 еще заморозки у нас могут быть. Я надеюсь, что минус 10 все-таки не будет. Ну хотя бы минус 2, минус 3, но он должен выдержать. Высаживаю вот эту вот грядку в 2 ряда центральную и еще будут вот так вот по одному ряду и потому что если 2 ряда, то тут ходить негде будет. Вот, но я уже об этом рассказывала где-то. Высадила вот две агрофирмы, аэлиту и сибирский сад. Что хочу сказать, все томаты в принципе хорошего качества, то есть корневая отличная. Некоторые вот уже на цвету, причем так уже так хорошо прям цветут. Вот некоторые чуть меньше, некоторые побольше. Вот смотрите, здесь вот большой такой контраст, потому что как раз вот такой вот маленький совсем томатик и вот рядом с ним такой огромный. Это сибирский сад. Вот у них есть 6 сортов, которые без названия. Вот они идут по номерам 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот третий сорт, вот такой вот маленький, четвертый вот такой вот, вот он четвертый огромный. Вот первый и второй такие средненькие и первый вот он на цвету и этот и вот этот экземплярчик тоже цветет. Это сибирский сад, аэлита. Вот здесь вот от аэлиты, они были на улице, ну как на улице, в моем парнике, который под укровенным материалом, под пленкой. Вот видите, они такие фиолетовые. В принципе, все это нормализуется, как только погода становится хорошая. Тоже вот цветет. Это сибирский тигр розовый. А, слушайте, это он фиолетовый не от улицы. Это он просто сам по себе такой, потому что, вот смотрите, ну эти вот тоже немножко фиолетовенькие, конечно. Но вот эта вот сильная такая окраска, это все-таки сорт. Такой сорт. Сибирский тигр розовый. Он будет такой немножко с розовинкой. Вот, а это гигант Подмосковья. Тоже 4 штуки. Тоже крупные такие томаты должны быть. Тоже вот он уже цветет. Вот. Сюда хочу по максимуму запихнуть индотерминатные томаты, потому что все-таки детерминатные можно выращивать под большими дугами. Можно там как-то их уместить. Можно даже, если будет лето холодное, там их укрывать все лето. Это как бы не проблема. С индотерминатными так не получится все лето их укрывать, потому что они будут большие, там подвязка и так далее. Но вот эти вот, не подумав, детерминатные уже аэлитовские сюда посадила. Ну ладно, удергивать не буду, конечно. Буду надеяться, что умещу все остальные. Вот. А так сюда запихиваю все по максимуму и детерминатные, а детерминатные на улицу. И тоже под дуги. У меня есть такие большие дуги, высокие. Вот. Будут они под ними расти. Но у меня их не очень много детерминатных. В основном, всем известно, что у нас в основном сейчас и детерминатные сорта. В общем, продолжаю высадку.